Дом номер 18 на Комсомольской улице был построен в 96-м году, а значит требует капитального ремонта. Начать его решили с кровли, на которой за 21 год образовались протечки. К работам на крыше приступили в конце лета. Позади укладка двух слоев ковра и испытание их герметичности. Закрыли ворог во время дождя, она поднаполнилась. Поднаполнилась, то есть не полностью как положено при капитальном строительстве, а сколько возможно при ремонте. Теперь погода для рабочих не имеет никакого значения. Все работы, качественное выполнение которых зависит от показаний уличного термометра, уже завершены. Осталось лишь закрыть вентиляционный карабан. Задача подрядчика – сдать объект к концу ноября. У нас претензий нет. И самое главное, что эти работы проведены в положенное время, четко соблюдается график. Если к подрядчику, который занимается ремонтом кровли, претензий нет, то к организации обслуживающей лифты есть немало. Например, провода лебедок держатся на изоленте. При этом в ближайшее время жильцам на новые подъемные механизмы рассчитывать не приходится. По правилам, срок эксплуатации лифта – 25 лет. А уже имеющиеся ровесники самого дома только перешагнули 20-летний рубеж. Мы посмотрели то, в каком состоянии лифтовое хозяйство. У нас много претензий. Компания, которая обслуживает, так же, как и у жителей, которые обращаются к нам по компании «Метол». И мы готовим новые конкурсные документации. Конечно, будем ужесточивать требования тем компаниям, которые участвуют в обслуживании лифтового хозяйства. Это и сейчас. Стены подъезда 18-го дома украшены различными признаниями и заявлениями, которые, скорее всего, оставили здесь местные подростки. Совсем скоро от надписи не останется и следа. Глава района поручил коммунальщикам все закрасить. Поручил управляющей компании провести быстро хотя бы косметический ремонт личных пролетов, чтобы убрать эту всю грязь и похабные надписи, которые, к сожалению, оставляют, скорее всего, подростки и жильцы этого же дома. И я бы попросил родителей, все взрослое население обращать на это внимание и вот такие акты вандализма тоже пресекать. Профилактическая работа с местными подростками актуальна вдвойне. На 2018 год в доме запланирован косметический ремонт подъездов. На «Союзной-4» в рамках губернаторской программы уже привели в порядок места общего пользования. Покрасили потолки и черные лестницы, положили плитку. Есть замечания. Хотелось бы более качественной работы. Компания, управляющая в ЖХ, нанимала подрядную организацию для выполнения этих работ. Думаю, что нужно делать эти ремонты все-таки своими силами, четко понимая регламент, понимая то, что должно быть сделано, в каком качестве. Необходимо эти работы согласовывать обязательно с жителями. Всего же по программе губернатора в Одинцовском районе уже отремонтированы почти 500 подъездов, еще 150 в работе.